Мир вам, дорогие друзья! В эфире рубрика «Вы нам писали». Хотим ответить на два таких вопроса, которые, в принципе, друг на друга похожи, но все-таки они немножечко отличаются. Так, вопрос первый. Нас бывает, что часто спрашивают, как перейти в МСЦ ЕХБ из родственных союзов баптистов. У нас на канале уже есть ответ Николая Степановича Антуника по этому поводу, где его брат все подробно рассказал, как все это делается и что для этого нужно. Ну, в двух словах, если в двух словах, друзья дорогие, отвечу так, что нужно что? Во-первых, ваше желание, во-вторых, нужно там подать на выход, а к нам прийти и подать на членство, а потом побеседовать со служителем и дальше вам уже скажут, собственно говоря, что нужно делать конкретно в вашей ситуации. Бывает, спрашивают, нужно ли заново принимать крещение. Если вы переходите из одного, как говорится, баптистского союза в другой, то есть вот в наш, то никакого нового там крещения делать, ничего не нужно. Просто там выходите, сюда входите, вы подаете на членство, беседуете со служителем и все. Если переходите из какого-то другого евангельского течения, там вот евангельских христиан, то тут уже, знаете, так же там вы выходите, здесь подаете на членство и тут уже в каждом случае, в каждом случае, как бы в этой ситуации рассматривается индивидуально. То есть, в общем, как поговорите непосредственно со служителем и он вам скажет, что и как нужно делать, потому что каждый случай, повторяясь, именно в этом переходе будет индивидуальный. Также нас спрашивают, как принять баптизм, как перейти из, допустим, католичества или православия в баптизм, как его принять. Дорогие друзья, скажу сразу, принять баптизм нельзя. Баптизм это, ну, можно принять, допустим, католичество, лютеранство, какую-то другую веру, баптизм принять нельзя. Вообще вопрос очень, да, интересный и на него не дашь однозначного ответа, потому что тут нужно рассматривать вопросы такие, как, насколько человек был, допустим, верующий или посвященный в той вере, в которой он находился до этого, допустим, православие, католицизм или что-то другое. Были ли вы выцерковлены или не были? То есть, тут вопросов очень много. В ближайшее время мы планируем так, значит, задать этот вопрос кому-нибудь из руководящих старших братьев, и когда они дадут уже обстоятельный ответ, мы его разместим у нас на канале, собственно говоря, и вы тогда послушаете, видео выйдет на канале, вы послушаете и сделаете правильные выводы. А еще, друзья, знаете, вот спрашивают, нужно ли, допустим, перекрещиваться, ну, так вам скажу, если вы были крещены в детстве, мы это крещение не признаем, потому что в Библии про это ничего не сказано, в Новом Завете нет ни одного слова про крещение младенцев, поэтому мы это крещение не признаем. Но, опять же, повторяюсь, каждый случай индивидуальный. Принять баптизм, как я уже говорил, нельзя, вы конкретно принимаете Иисуса Христа верой, после чего принимаете крещение в баптистской церкви. Но, опять же, если вы были, допустим, воцерковленный человек или какой-то даже, может быть, там, сан занимали, то каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Вам нужно подойти к служителю поместной церкви, к которой хотите присоединиться, побеседовать, рассказать там вот про себя, про свое взаимоотношение с Богом, про все, и после этого вам уже будет служителям, собственно говоря, сказано, что и как нужно будет делать в вашем конкретном случае, потому что в этом случае каждый случай будет индивидуальный, как нету двух одинаковых, допустим, обращений к Богу, оно все по-разному. Есть, как бы, знаете, вот библейская общая формула, что человек признает себя грешником, признает то, что не может своими силами как бы наследовать спасение, что Иисус Христос все для его спасения сделал, затем покаяние, рождение свыше и водное крещение в баптистской церкви, в церкви нашего братства. Но это общая формула, но с каждым отдельным человеком Бог все равно как бы разговаривает по-своему, и все индивидуально, так же и тут. Вот, поэтому проще всего прийти в поместную церковь и поговорить со служителем. Но опять же, повторяюсь, у нас на канале, и вот как только получим ответ от старших братьев, будет видео, в котором братья все более подробно расскажут, я как бы рассказал вкратце. Ну, в этом видео на этом все. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, Телеграме, группа ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Спасибо, что вы нам их задаете, что вы интересуетесь нашим каналом, что вы с нами, вы нам пишете. И пусть вас всех Господь благословит. Спасибо.